Валерий Седов Значит, общее понимание такое, что ОМОН – это часть полицейского спецназа. И поэтому к сотрудникам данного подразделения особые, скажем так, специальные требования. Вот. Ну, начнем с того, что еще ОМОН – это отряд мобильный особого назначения. Раньше назывался отряд милиции особого назначения. Слава Богу, это название, аббревиатуру ОМОН оставили с заменой одного слова, как бы, да. Но сама аббревиатура, она пропитана потом, можно сказать, многих сотрудников, которые создавали ОМОНы в других регионах, во всей России. Вот. ОМОН – такая боевая единица, что нельзя было отнимать наименование ОМОНа у данного подразделения. Вот. И вернусь к тому, что ОМОН – это, прежде всего, одна часть полицейского спецназа. Что такое ОМОН? Ну, одним словом, как бы, не сказать, даже двумя словами не сказать, там можно рассказывать долго. Вот. Это, прежде всего, коллектив людей, который работает на результат. А чем занимается широкий спектр возможностей, там у нас есть и инженерно-техническое отделение, группы разминирования взрывотехники, и кинологи есть, и ребята, конкретно работающие по охране общественного порядка и общественной безопасности, и просто сотрудники штурмовых групп, разные специальности, направления, так что это даже нельзя так рассказать, так в двух-трех словах. Вы сказали, что есть несколько групп, и, наверное, сотрудников, каждый из групп, у них разные тренировки и разные как-то там направления, или как это? Смотрите, вот надо понимать, что когда приходит человек устраиваться в ОМОН, он же не предполагает, что он кем-то хочет конкретно работать, он просто приходит при наличии каких-то данных, которых мы попозже обговорим, он приходит просто работать по желанию, вот. Что-то в нем есть, и это что-то раскрывается потом в процессе общих тренировок со всеми, потому что каждый сотрудник проходит и высотную подготовку, каждый занимается там и снайперингом, и, не знаю, там нет разрешений таких, что вот ты этим занимайся, ты вот этим занимайся. Все в общем деле, все в общей команде. А потом, когда человек проявляет вот какие-то склонности, какие-то потребности, какие-то у него заникают желания больше развиваться вот именно в этом направлении, там уже как бы идет уже другая. Ну, например, простой пример, да, я не каждого сотрудника могу рассмотреть в инженерно-техническое отделение, там, где работают взрывотехники, потому что работа взрывотехников предполагает разминирование взрывных устройств. Что же значит разминирование? Это тяжкий труд. Это надо на себя надевать многокилограммовый бронезащитный костюм специальный, а он такого кроет, что еще не на каждого налезет, понимаете? То есть мы предполагаем, что сотрудник ОМОНа должен быть широкий в плечах и двухметрового роста, но такой сотрудник не пойдет, например, вот не сможет работать по своим внешним данным, собственно, на взрывотехнической направленности. Вот такой момент. Какой возраст, наверное, сотрудников ОМОН, с какого возраста можно попробовать стать сотрудником вашим? Вообще тут главное не возраст, тут, скорее всего, главное желание, потому что прийти в ОМОН и сказать, я хочу у вас работать и не подкрепить это никаким желанием, это, ну, собственно говоря, просто, ну, пустое. Потому что в ОМОН идет не набор сотрудников, в ОМОН идет отбор сотрудников, их подбор, их испытания, их изучение, и только после этого сотрудника можно считать, ну, вернее, человека можно считать, что он стал сотрудником ОМОНа. Какие требования? Он должен быть физически развит хорошо, вот, он должен обладать какими-то психологическими данными, потому что каждого сотрудника, помимо того, что мы, он проходит специальное физическое тестирование, там, 18 раз должен там потянуться, пробежать там 3 километра за определенное время, сделать определенный комплекс физических упражнений на время, также пройти его, но, помимо этого, он еще проходит психодиагностику, то есть, есть такая вещь, как бы совместимость сотрудника в коллективе в условиях выполнения задач в экстремальном режиме, собственно говоря, это и командировки в боевых условиях, это и командировки даже не, скажем так, там, где не боевые условия, но есть условия, например, крупного массового мероприятия, футбола и так далее, там, даже там сотрудник испытывает, ну, собственно, большие психологические нагрузки, давление толпы, массы и так далее, вот, при этом, и когда все эти факты сложились в одно целое, то есть, сотрудник хочет служить, он физически разведка крепко, психологически готов, ну, и, собственно говоря, там еще условия, что он должен иметь образование ниже среднего и должен был быть отслужить в рядах вооруженных сил, срочную службу. И есть еще одно условие, которое мы тоже жестко к этому относимся, у нас считается полицейский спецназ, система правоохранительная. Несмотря на то, что мы не в системе ВД, а в системе Росгвардии, мы к этому жестко относимся, у нас человек должен быть в криминальном плане абсолютно чистым, прозрачным, то есть, он не должен иметь приводов в полицию, не должен был задерживаться по каким-то преступным обстоятельствам, и чист должен быть на то, что он не употребляет наркотики, ну и так далее. Я приветствую, когда люди болеют за свое дело, не хочется, чтобы служили, чисто для галочки, как бы поэтому вопрос финансовый какой-то, да, я это, в ОМОНе могу сказать, да, в ОМОНе и выше зарплата, чем в других подразделениях правоохранительных, да, вот, да, там год за полтора идет, но это все дается потом и кровью. Люди, которые приходят и устраиваются в ОМОН, первый самый вопрос, который звучит, даже вот я, когда это беседую, самый первый вопрос звучит, а вы готовы выезжать в командировки, расстаться с семьей, и командировки, они могут быть там не два-три дня, а три месяца и более, как бы готовы или нет, ну, как бы, многие ищут работу, чтобы от семьи не отрываться, у нас такого не получается. Допустим, пришел к вам человек, он прошел весь отбор, что его ждет дальше, какие тренировки, какой у него будет распорядок? Тренировки совершенно, ну, все разные, это и, собственно говоря, высотная тренировка, предполагает, что каждый сотрудник должен пройти какую-то часть высотной тренировки, это фасадный альпинизм, это горный альпинизм, это, собственно говоря, высотная подготовка в условиях походных действий каких-то, переправа через местности, через реки и так далее, то есть на это все смотрится. Стрелковая подготовка, сотрудник ОМОН должен уметь стрелять из всех видов вооружения, это и пистолет, и пистолет-пулемет, и пулемет-автомат, это тренировки по стрельбе проводятся, ну, сказать, что они проводятся еженедельно, это не сказать ничего, они проводятся практически ежедневно. Ну, физическая подготовка, я этого уж не говорю, у нас физическая подготовка, в отряде даже работает, там, шесть мастеров спорта, и мастеров спорта там, и по джиу-джитсу, и по борьбе, и даже, ну, и по стрельбе девушка у нас, мастер спорта, и где-то порядка, где-то порядка 20 кандидатов в мастера спорта, то есть физической подготовке мы уделяем особое внимание. Что на вооружении у сотрудников ОМОНа? Ой, ну, это специальные виды вооружения, собственно говоря, это... Во-первых, надо понимать, что сотрудник ОМОНа выполняет как задачи по охране общественного порядка, так скажем, это особого рода задачи, да, как мы это, это блокирование, отцепление и так далее, а также задачи по заданию оперативных разных подразделений, задачи по, скажем, боевой подготовке, это задержание вооруженных преступников и так далее. Отсюда и различные требования к экипировке и вооружению, то есть есть так называемая легкая экипировка, то есть это, не будем это касаться, это даже палки резиновые там и так далее. И есть экипировка более тяжелая, это там и бронежилеты более повышенного класса защиты, и шлема повышенного класса защиты, разгрузки, в которых входит полный боекомплект, и оружие уже под задачу, то есть снайпер-снайперская винтовка, там, если действия в каких-то ситуациях, там, когда люди выезжают на задание, там же расписывается уже, там, ты выражен таким-то оружием, ты таким-то, пистолет-пулемет, либо там автомат блокирования, либо достаточно короткий ствол, пистолет, все как бы, ну, я еще раз говорю, сотрудник должен всем водить, любым видом вооружения, то, которое стоит на вооружении. Сотрудники ОМОН, они взаимодействуют с какими-то другими отрядами, выполняют какие-то операции совместно, допустим, с тем же СОБРом или с МВД? Обязательно, вот, даже позавчера у нас были учения, ну, они были учения по плану ВСИН, да, и там работали совместно со спецназом ВСИН России по Рязанской области. Вот, а так, совместно у нас есть задачи мы выполняли, но я не буду говорить, какие, вот, и СОБРом выполняем задачи, желательно, конечно, расширять круг возможностей, да. Немного вопрос показательных выступлений, многие спецслужбы проводят показательные выступления, есть ли такие в ОМОНе, как вы, понимаете, мой стиль? Показательные выступления, я к ним отношусь положительно, потому что сама процедура показательных выступлений для меня это, ну, это такая же тренировка. Люди готовятся к показательным выступлениям, они что-то обтачивают до такой, нивелируют до такой точности, например, образно говоря, там, то же самое, захват, там, автобуса и освобождение его, там, от террористов, там, да. Это, вот, пока человек не прокрутит в разных критериях, в разных точках весь этот штурм не прокрутит, это бывает, это 3-4 дня этим занимаешься, когда вот все тебе говорят, вот, показательные выступления, ты на это работаешь. Вот, и люди ответственно, более ответственно к этому относятся, потому что они понимают, что на них смотрят много-много людей, потому что спецоперация всегда предполагает, какое-то специальное мероприятие, предполагает, что это никто не видит. Чем ты быстрее это сделал, мероприятие может продлиться, там, задержание человека какого-то, подозреваемого в преступлении, я имею в виду. Если он прошел незаметно, в течение, там, секунды-две, и никто это не понял, вот на улице, хоп, человека задержали, все, и никто этого не понял, вот тогда можно поставить 5 баллов, вот, за эту операцию. Чем она меньше шума проявила, чем точнее прошла, тем это лучше. Вот, а показательные выступления как раз дают небольшой адреналин, так как ты работаешь на публику, которая на тебя смотрит, и потом в конечном итоге может даже тебе аплодировать. Ну, как бы такой нюанс. Александр, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом я с вами прощаюсь, хорошего вам дня, и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова